Я вам скажу два эпизода из своей жизни. Во время переговоров с грузинской делегацией в Швейцарии, в Женеве, мне этот ведущий наших переговоров, Брунер, сказал, что представитель Госдепа Соединенных Штатов, Джонс, его фамилия, по-моему, хочет с вами встретиться отдельно. Я спросил там с переводчицей, нет, он хорошо по-русски говорит. Отдельно говорит, вы поговорите там во время перерыва. Я сказал, хорошо, почему нет. А этот разговор слышал Борис Николаевич Пастухов. И он с Андреем Михайловичем встали в отделении, немножко стали любопытными, что это в отдельности он мне будет говорить. Вы знаете, этот мужчина, старше меня бы, он пальцем вот так вокруг моего носа погрозил и сказал, вы даже не смейте ставить вопрос о независимости, мы вам этого не позволим. Ну, я забыл, где я нахожусь, и сказал ему все что, так сказать. Но по-русски. Да, по-русски. Он по-русски говорит. Был 94-й год. Американцы хозяева были в России, я очень извиняюсь. И они в каждом кабинете сидели и направляли работу на развал. И второй эпизод нашего богатства избрали президентом. И, значит, я был советником по внешнеполитическим вопросам. Ну, конечно, после того, как президента избирают, новый президент, нахлынули все. И вот посол Соединенных Штатов в Грузии отдельно захотел встретиться с ним. Грузный такой человек, я сейчас не помню его фамилию. Но можно посмотреть, это 95-й год. И он, значит, сидим мы втроем, значит, мы с Сергеем Васильевичем, и он, значит, говорит о прелестях новой современной Грузии, как нам хорошо будет в этой стране, значит, нам надо возвращаться, все, значит. Сергей Васильевич его слушал, слушал, а потом говорит, мы сближаемся с Россией, и начал, значит, говорить. После того, как он третий раз вспомнил про Россию, этот человек потерял терпение и сказал, что вы, говорит, это Россия, Россия, мы ее развалим, скоро ее не будет. Чем они сегодня занимаются? Вот, попыткой развалить Россию руками украинцев, руками других, руками внутренних каких-то, но сейчас, слава богу, Россия укрепилась настолько внутри, что там, по-моему, какие-то такие особые вещи невозможные.